Приветствую друзья! Сегодня я предлагаю обратить свое внимание на новый сверхкомпактный стационарный ЦАП SMSLC 100. Заряжен он, скажу я вам, на полную катушку. Самый современный чип конвертера, новейшее решение таксмоз на USB, все возможные виды входов, включая Bluetooth, а также пульт, чтобы всем этим управлять и небольшой, но достаточно информативный дисплей. О нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел аппарат в очень маленькой, однако стандартно оформленной коробке с изображением непосредственно героя обзора и логотипом пройденной Hi-Res аудио сертификации. Значок MK почему-то не нанесли, хотя сам формат поддерживается. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, Type-C кабель и классический уже пульт управления. Тот самый с матовой поверхностью, прорезиненными кнопками и питанием от двух ААА батареек. Из функционала на него вынесли переключение входов, отключение дисплея, функцию Mood, изменение уровня сигнала, а также переход в системное меню, где нам тоже предлагается выбрать вход, один из шести цифровых фильтров, отрегулировать яркость дисплея и опять же настроить громкость сигнала. Да, не сказать, что прямо куча функций, но большего здесь и не требуется. В случае, если вы будете подключать C100 по USB к компьютеру, планшету, приставке или телефону, аппарат будет использовать это подключение и для передачи сигнала и для питания. Если же собираетесь задействовать его по блютуз, оптике или коаксиалу, то кабель понадобится исключительно для питания. Но в какой-нибудь USB порт его все равно придется воткнуть. Пусть даже это будет павербанк. Корпус же ЦАПа, на мой взгляд, просто вызывающий миниатюрный. Его безо всяких скидок можно уместить в боковом кармане штанов. При этом, как и у старших собратьев, все сделано из металла с логотипом Hi-Res и двумя резиновыми ножками для фиксации на поверхности стола. Из входов, как я уже упоминал, имеется блютуз, оптика коаксиал и USB Type-C, а выход лишь один на RCA паре. Хотелось бы, конечно, баланс, но тогда бы и корпус здорово так разнесло. Из дополнительных элементов имеем небольшой монохромный дисплей с возможностью его отключения, индикатор декодирования МК и потока, ИК-порт для пульта и единственную сенсорную кнопку, которая позволяет нам переключать входы, а также включать и отключать устройство целиком. В работе аппарат не греется, да и кушает на 5 вольт всего полуампера. Для телефона или планшета это, конечно же, чувствительное значение, а для всего питающегося от сети вполне обычно. Из железа заявлен, наверное, самый актуальный на сегодня конвертер AK4493S от Asahi Kasei и не менее современный USB-чип XMOS XU316. Не совсем понятна только версия и чип для блютуз соединения. Однако я сделал все необходимые измерения и выяснил, что из кодеков поддерживается только базовый SBC. Следовательно, последний тут исключительно, чтобы был на фон что-то поставить или к гостей на вечеринке поразвлечь. По USB аппарат поддерживает PCM до 768 кГц, DSD512 декодирует почти все возможные МКП потоки. А по оптике к Axialu значение ограничено 192 кГц включительно. Что странно, так как XU316 способен на много больше, а значит или в характеристике вкралась ошибка или ЦАП искусственно ограничили в возможностях. Проверить это я, к сожалению, не могу. Под Windows 10 герой обзора определяется автоматически, но здесь имеет смысл установить драйверы с официального сайта, которые помимо режимов в SEPI дают поддержку старых версий системы и профессиональный ASIO интерфейс, через который собственно и можно выжать самый максимум из данного железа. Со смартфонами ЦАП тоже работает, в том числе и через специализированный BitPerfect режим, но кушает при этом достаточно прилично. Измерение снимал 24 бита 96 кГц на АЦП Yonda Cosmos, где получил все графы в положении отлично, за исключением допустимых отклонений в неравномерности АЧХ и вполне оправданное, как для небалансного выхода, взаимопроникновения каналов. Шумовая полка здесь на минус 155 дБ, шикарный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 120 дБ. Причем для интермодуляционных я получил целых минус 128 дБ, а для гармонических минус 125 дБ, что в процентном соотношении составляет одну десятитысячную процента. Как собственно все и было заявлено. Что сказать, технически превосходное устройство. Перед тестированием звучания я решил устроить небольшой эксперимент, подключив одновременно к усилителю для наушников два ЦАПа SMSL DO200 MK2 и непосредственно герои обзора. Задумка была такова, что если использовать один и тот же хорошего уровня усилитель, не будет ли разница в ЦАПах минимальной. Однако, как вы уже наверно догадались, фокус не удался. Более дорогой ЦАП звучал заметно лучше своего бюджетного собрата. Итог, даже при достаточно взрослой усилительной части, не стоит пренебрегать или как-то экономить на ЦАПе. Причем заметьте и USB-чип, и сама схема конвертера в обоих случаях были самые современные и весьма достойного уровня. Подача же здесь полностью соответствует своей ценовой категории. Это очень точный чистый и хлесткий звук с легким таким аналоговым смягчением. В сравнении с более дорогим DO200 MK2 у него многовато воздуха, общая картина чересчур резкая и недостаточное количество веса у акустических инструментов. То есть вроде как все супер прорисовано, однако не хватает выразительности, объема и глубины. Впрочем, это классический портрет нормального ЦАПа из бюджетного сегмента. Лучше всего он подойдет достаточно медленному усилителю или акустике, с которым они обычно дополняют друг друга. ЦАП привносит звук хлесткость и разрешение, а усилитель или акустика ужирняет звучание, делая его мелодичнее. То есть получается эдакий аудиальный симбиоз. Вместе лучше, чем порознь. Если же вся ваша связка настроена на высокую скорость и прорисовку текстур, то C100 не привнесет в нее совершенно ничего интересного. Так в моем случае с HO200 звук становился акустически беднее и проще. Согласен, аппарат стоит чуть больше сотни долларов и свои деньги однозначно отрабатывает, однако с тем же топпинг Е32 соревноваться он не в силах. Какого-то интереса или восторга, как было с топпинг ДХ1, у меня он тоже, друзья, не вызвал. То же звучание, как мы слышали у Санскрит или других моделей сотой серии от этого же бренда. За исключением, наверное, ДЕО 100, тут аппарат был совсем иного толка. Покопавшись в настройках, чуть-чуть лучше стало на втором фильтре. Звук немного так смягчился, но не кардинально. Стилистически, каких бы то не было ограничений, я здесь не вижу. Нормальный бюджетный ЦАП, коих СМСЛ выпустил уже достаточно приличное количество. Баса тут вроде прилично, но как и на всем остальном диапазоне ему не хватает глубины и веса. Серединка супер прозрачная и слегка смягчена, что радует слух, однако эта воздушность лишает нас связанности. Верха же, как и у всех бюджетников, здесь немного подсвечиваются. Так что если ваша акустика или наушники склонны к артефактам на данном диапазоне, они непременно появятся. По уровню это мне сильно напомнило мобильный ЦАП, True Fair Shea, только C100 на его фоне прямо серьезно ярче, отчего ощущается воздушнее и точнее. То есть в плане звука ожидать от героя обзора чего-то особенного было бы несколько наивно. Да, это хороший вариант заменить устаревшие в плане железо решения, но не более того. Просто нормальный крепкий бюджетник. Подводя итоги, миниатюрный стационарный ЦАП СМСЛ СЕ100 очень неплохо выглядит, вполне умеренно кушает, при этом питаясь от любого USB порта. Имеет все необходимые входы, включая Bluetooth, оптику и Coaxial. Вполне себе актуальное железо и отличные результаты измерений. Из минусов отмечу наличие лишь базового SBC кодека для Bluetooth и несимметричную реализацию внутри. Впрочем, как для бюджетного ЦАПа, все здесь абсолютно стандартно. Не стал исключением и характер его звучания. Это достаточно чистый детальный звук с обилием воздуха и акцентом на верхнюю часть диапазона. Ничего плохого о нем не скажу. Классический бюджетный ЦАП со свойственными ему возможностями и характером. В достоинство же отмечу, что тут есть Bluetooth, пульт дистанционного управления, а также поддержка МК и других самых современных форматов. Весьма, на мой взгляд, достойно. По крайней мере на фоне всяких АИМов, ОСИ и FX-аудио. Герой обзора ну просто король. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП SMSRC100. Всем добра. Подписывайтесь, жмите лайки и, собственно, присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра. Субтитры создавал DimaTorzok